Здравствуйте! У нас сегодня такая тема актуальная – прогнозирование кризисов. И у нас в гостях два ученых, физмат-наук оба. И я так понимаю, оба они раньше прогнозировали кризисы в смысле землетрясения. Да? Правильно я говорю? Доктор физико-математических наук Виктор Юрьевич Попов и кандидат физмат-наука Александр Борисович Шиповал. Кандидат физмат-наук, доцент. Так? Вот. Ну так и расскажите мне, в чем же принцип вашего прогнозирования? Вы же математики, да? Математический принцип? Физики. Физики. Физики, математики. Ну так делитесь. Видимо, идея здесь пришла из статистической физики, когда исследователи пытаются увидеть повторяющиеся паттерны, какие-то закономерности, которые проявляются в некоторой, ну вот, применении кризисом, периоды как раз кризисом предшествующие. И редко, в идеале, не проявляются в другие, ну скажем, спокойные времена. Тогда, если бы их удалось бы как-нибудь отыскать, то, увидев такой, теперь уже можем употреблять слово паттерн, такую особенность данных, можно было бы объявить тревогу, что вот в ближайшее время следует ожидать неприятности. То есть это, в общем-то говоря, поиск совпадений неких, да? Стали волноваться животные, значит, скоро будет землетрясение, да? Ну, бывает такая примета по волнению животных, там змеи выползают из нор, что-то там меняется уровень воды в колодцах, да? Вот такие вот. Да, больше того, мы говорим вот сейчас о признаках произвольной, может быть, даже, казалось бы, не физичной природы. И если даже какая-нибудь бабушка будет, так сказать, вовремя сигнализировать, то, значит, на самом деле задача решена. Лишь бы она это делала вовремя, да. Вовремя. Лишь бы все понимали, что она значит, да? То есть, вообще говоря, вот предсказание будущего в данном случае самое конкретное, да? Предсказание, да. Но вот всё-таки, вот смотрите-ка, землетрясение так или иначе от воли людей не зависит, правда? То есть тут самореализующегося пророчества или прогноза, не знаю как, тут не может быть, если бабушка, которой все точно верят, да, которая, с которой советуется президент, да, все ООН к ней ходит в гости, вот она спрогнозирует землетрясение, ну, просто ошиблась она, да, его не будет. А если она спрогнозирует, скажем, панику на фондовом рынке, вот, то, узнай её авторитет, паника начнётся. Видимо, да. Поэтому, кстати, прогнозы землетрясений текущие. Они, значит, рассылаются в компетентные структуры, но их, естественно, не публикуют в реальном времени, чтобы избежать паники. Вот так. Но вот, отвечая на ваш вопрос, видимо, сейчас гипотеза, конечно, можно полагать, что во многом всё-таки финансовая система устойчива к индивидуальным вмешательствам. Всё-таки достаточно трудно, наверное, можно, но трудно. Её финансовая система устойчива к внешним вмешательствам? Индивидуальным. Индивидуальным. Индивидуальных организаций. Ну да. То есть, если у того, кто вмешивается, не хватает капитала для того, чтобы... Ну, или авторитета. Или авторитета, да. То есть, он не может закон, допустим, издать какой-нибудь, или сказать веское слово, которое по СМИ будет, так сказать, передано, и в результате этого начнётся паника. Нет, ну, есть такие люди, которые слово очень ценится, скажем... Есть. Как называть? Глава Федеральной резервной системы США, например, очень сильно его высказаны, влияют на курс доллара, например. Да, и вот, скажем, он изменится, а потом он изменится обратно. Может быть, этого мало. Вот надо, так сказать, ни одному человеку, видимо, высказаться или сделать, что бы то ни было. То есть, проверяют. Проверяют. Понятно. То есть, ваша модель вот такая статистического анализа, да, с тех событий, которые происходят. А вот других моделей не существует, ну, какого-то такого... Ну, модели физического плана. Ведь в физике тоже кризисы всякие бывают. Скажем, движется автомобиль, да, если скорость его увеличится, он остановит, просто развалится на части, да, ну, или какой-то другой объект. Правильно? Вот это вот такая физическая модель. Если рынок будет слишком быстро расти, рано или поздно закончатся деньги, чтобы вот накачивать рынок, да, фактически такой какой-то рост, типа, как пирамидальный такой будет, вот, что вот входят люди в рынок, и вот все дороже, дороже акции, дороже. А как только не будет денег, чтобы входить в рынок со все большей ценой, он и рухнет, разумеется. Правильно? Вы классику цитируете. Классику. Я по своей безграмотности не помню автора, что сколько бы ни было на рынке денег, то есть, какой бы ни был велик рынок, на нем все равно рано или поздно деньги закончатся. Ну, да, конечно, вы правы. Ну, правы. Замечательно. А насчет теории катастроф, наверное, о которой вы упомянули, вы, наверное, это слово хотели сказать, да? Наверное. Вот разработана наука теории катастроф, вот Арнольд, там, один из ее представителей, но все-таки здесь закономерность, вот как раз поиск закономерностей-то это вот лежит в основе, чтобы развивать нормальную теорию и строить модели, нужно все-таки какие-то закономерности знать. Вот мы этим поиском-то и занимаемся. Закономерности внутреннего плана, да? Или чисто внешнего, по приметам? Я вот сейчас вот... Внутреннего и внешнего. Мне вот экономика с ее кризисами, знаете, что напоминает? Она напоминает мне какую-то квантовую систему, да? Вот представьте себе физика, начало XX века, квантовой механики еще нет, да? Наблюдают спектры водорода, да? Там какие-то линии, там, Бальмера, Пашена, Баака, еще какие-то. Вот почему именно эти линии? Почему именно эти переходы? Неважно, но вот уже система этих спектральных линий вот тогда вот открыли, да? Оказалось, что это соответствует переходам каким-то вот между равновесными состояниями атома водорода, да? Правильно? Вот. Так может быть, такие же кризисы, тоже переход между двумя равновесными состояниями в экономическом организме? Ну, вот одна из теорий именно такова, что есть разные равновесия, мы из одного в другое переходим, и вот кризис, скажем, такой толчок. Другая теория говорит о том, что рынок вообще неравновесный, то есть типичный пример неравновесной системы. Таких систем раньше не знали, и лет двадцать тому назад появился простой пример вот такого неравновесного, неравновесной эволюции без воздействия внешних факторов. Это какой же пример физический? Ну, так, чтобы даже показать просто в этой студии, если вы будете сыпать песочек на этот стол, то он будет, ну, только медленно, потихонечку. Будет расти такая горка. Будет расти, а потом он будет вот отсюда вот ссыпаться с краю. Ну, значит, и дальше будет вот такое равновесие поддерживаться. С одной стороны, он будет медленно досыпаться, а временами будет быстро ссыпаться. Будет, как будет происходить, слишком большая масса, слишком большой скатывающей вот этой вот силы будет, и она будет вот скатывать, сразу целый пласт съедет, да, и хватит вот этого сцепления песочек. Сцепим все время. Медленно, но все время. То есть, получается, растет-растет, а потом раз, и... Вот в технике с таким процессом больше так вот немножко создают, так сказать, вибрацию, и вот тогда вот этих вот кризисных высыпаний нет, да. Ну, это как вот хозяйка или хозяин из пакета сыплет сахарный песок, да, вот если так вот накладывать, бух ее полетит туда, а так вот все время трясти немножко, а, будет все сыпаться нормально, без кризисов. То есть, может быть, всегда немножко экономику вот так вот стряхивать надо, и не будет у нее кризисов. Я не уверен, что это такая буквальная, значит, ассоциация. Но, конечно, если вопрос у вас здесь, вы не знаете, когда произойдет это большое, на самом деле, осыпание? Ну, да, катастрофическое. Катастрофически большое. Потому что все время потихонечку что-то там меняется, а потом вдруг. И вот хороший вопрос, это вдруг, или, скажем, мы это можем предсказать? Физики раньше не знали такой системы. Физики любят какой-нибудь параметр, как температуру. Будем нагревать воду, не торопясь. Мы можем увидеть резкий скачок, когда она, скажем, закипит. Фазовый переход. Фазовый переход. Но для этого нужен специальный параметр, который... Нет, ну вот, например, тоже у физиков классический момент, это аэрогидродинамика, да? То есть там всякие вот эти числа, там, помните, Рейнольдса, да? Как только вот число Рейнольдса станет больше какого-то критического значения, значит, жди от малейшего возмущения поток может перестать быть ламинарным, станет таким турбулентным, вихревым таким, да? Может быть, и тут тоже вот довели страну вот до такого состояния. Началась революция. Это же типичный пример революции, да? Ведь это экономическое явление в том числе. А вот тут пример, который вы приводите, любой человек, любой наш слушатель может, если у него хорошо работает смеситель, просто увидеть, если плавно открывать воду в кране, сначала будут капельки, а потом, ну, будет струя, струя, а потом пойдут вихри. А если бы больше, больше, да, преувеличение сил, а потом уже пойдет мощная струя уже без всяких вихрей. Ну, только нужно, чтобы смеситель хорошо работал, чтобы можно было плавно менять здесь. Кран, чтобы плавно открывался. Да, да, да. Плавно увеличивался напор. А здесь все-таки в экономике это немножко не так. А как все-таки экономику? Нету такой сплошной среды. То есть, ну, трудно моделировать как сплошную среду. Это, в общем, стахастика идет. Больше стахасти. Случайность. Значит, это стахастический процесс случайный. Да, случайность. Так. И что же? И какие же приметы вы нашли для ожидания кризисов? Желательно мировых, желательно глобальных. Ну, вот говорят, давайте мы тоже будем историю рассказывать. Говорят, да. Говорят, говорят, что кризисом крупным предшествует надувание пузыря. Как, например, бум в Америке в начале прошлого века. Финансовый пузырь, да? Финансовый пузырь. Когда бюджер России... В прошлом веке это 20-го века, да? Да. 900-е годы, да? Так. Даже сказать сейчас страшно, да. Начало прошлого века, когда был бум, закончившийся крахом вот в конце 20-х годов. Другой совершенно роскошный пример, это как росли цены на тюльпаны в древней Голландии. Это уже будет 17-й век. Да, в средневековый уже, древние-то это уж вы... Ну, хорошо, да. Для... Значит, я... Раннее новое время, так бы в советское время сказали. В конце 16-го века цветок попал в страну. Так. Видимо, откуда-нибудь из Турции. Стал популярным. И в следующее десятилетие его цена росла неуклонно вверх, обогнав просто другие цветы, скажем. Да, с кем они могли соревноваться. В результате просто стоили целое состояние. Там несколько букетиков цветов. Луковицы. Несколько луковиц стоили целое состояние. Да, луковицы, луковицы, конечно, вы правы. И цена продолжала расти, люди вкладывались, продавали какое-нибудь имущество, чтобы заниматься разведением цветов. И в результате, потом за месяц, все вернулось туда, куда и должно было вернуться. Цена упала в ноль. Достаточно было первого непроданного цветка. Вот сорок лет такого не было никогда. Один раз случилось. И вот после этого в течение месяца цена вернулась в ноль. Примеры мы знаем. Примеры пузырей мы знаем. Но этот пузырь там был действительно типичный. Люди играли на повышение цены. Да. И так же случается с акциями, когда их играет на повышение курса акций. Ведь доходность ценных бумаг складывается из двух составляющих. С одной стороны, из дивидендов, а с другой стороны, из роста курсовой стоимости. Он какие-то дивиденды приносит, а вот квартира, скажем, приносит какие-то дивиденды. То есть можно сдавать ее в аренду. Но цена растет как быстро. Это, кстати, тоже пример инвестиционный. Не обязательно вкладывать в луковицу или в ценные бумаги. Это можно в недвижимости. Нет, перегрет. Явно все много в газетах писали, что рынок недвижимости перегрет. Вот это и означает пузырь. Пузырь. Нефтяной пузырь, пожалуйста. Это только к 20 веку относится, когда уже биржевая игра стала мешать жить. То есть появился примат. Вот есть такое понятие реальная экономика, реальная инвестиция. Построить завод и производить монитор, очки или пиво. А есть вложения портфельные. В воздух, как бы называть. Сейчас еще придумали деривативы. Кстати, что это такое деривативы? Есть вот ценные бумаги акции, а есть производные ценные бумаги, да, деривативы. А если мы с вами поспорим о цене этой акции через месяц? Через месяц. Если мы с вами напишем какой-нибудь парень, договор, это будет дериватив. То есть это делается так. Мы оформляем с вами договор, что через месяц вы мне, скажем, продадите эти акции по какой-то цене. А если вдруг цена окажется ниже, то я в дураках, если выше, то, простите, я выиграю. Да. Вот деривативы. Отрыв от реальной экономики. То есть игра просто. Получается, что экономика превращается в подобие ипподрома, да? То есть люди любят играть. Да, игра просто. Это вот как раз называется, вот одну философскую статью я про экономику недавно видел. Не помню, кто автор, к сожалению. И вот он говорит, что сейчас экономика постмодерна. То есть никто всерьез ни к чему не относится. Все считается просто поводом для шутки, да? Вот понимаете, просто для шутки. Вот кризис начался. Ах, как смешно. Вот уже повод для шутки для кого-то там, да? Ну вот вы знаете, здесь вот важный вопрос еще, вопрос прогноза. Несколько прогноза, сколько вот хороший он или плохой. Вот у нас недавно в Финансовой Академии проходил конгресс по экономофизике. По какой физике? Экона физике. Экономическая физика, да? Совершенно верно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И один из обсуждаемых вопросов это, что такое хорошее предсказание. Вот даже вот в научном сообществе я слышал высказывание, кстати, очень уважаемого человека, что вот человек заранее сказал, что будет, вот там кто-то будет падать, какой-нибудь бумаги, какой-то рынок. Вот у нас это документировано, значит, он молодец, мы на этого гуру должны равняться. Но понятно, что это бессмысленное утверждение, потому что, ну, один раз, значит, если мы с вами вдвоем будем говорить о каком-нибудь событии, которое может либо произойти, либо не произойти, и выскажем разные точки зрения, тогда одного из нас надо будет назвать гуру, вот пользуясь этой терминологией. Нет, но если мы будем регулярно с вами обмениваться мнениями, регулярно вот в вашей точке зрения будет, значит, оправдываться, в конце концов, я просто буду повторять ваше, чтобы... Совершенно верно. Вот пока нет, значит, статистики, пока нет... По таким гуру, да? Нет, не по таким гуру, а по конкретным предсказаниям лучше. Говорить что-либо, ну, как мне кажется. А что вообще является объектом предсказывания в экономике? Это что, вот, какие-то короткопериодические изменения курсов ценных бумаг, стоимости нефти, цены на нефть, вернее, или это вот предсказания вот таких вот исторических событий на рынке, типа вот, типа Великой депрессии, или той депрессии, или как, не знаю, как это называть, кризиса, которая сейчас происходит в мире? Разным организациям нужны разные, да. Что-то играет на бирже, ну, а что происходит вот сейчас? Ну, вот это сейчас можно каждую минуту этот прогноз обновлять, правильно? А вот такой вот фундаментальный прогноз потом, ну, кризисов мировой экономической системы, это, я думаю, раз в десятилетие, наверное. Совершенно верно. Именно поэтому ведущие экономисты, в общем, соглашаются, что вот мгновенные прогнозы обычно невозможны в обычной ситуации, а в то же время как как раз прогноз катастрофических событий, и, напротив, в той или иной степени возможны. Возможно. Но вот эти к мировому уровню катастроф, они происходят несколько раз в столетии. Да, редкие события. Редкие события. А то последствия какие. Ну, и представьте, вот за это, я согласен, но вам нужно набрать статистику. Верно. И вот если вы эту статистику будете набирать, что, прихватьте 19 век? Когда жизнь совсем была другая, когда валютная система была другая. Надежда вот в чем. Надежда в том, что все-таки есть какое-то подобие у этих больших событий, что, может быть, большие события для всего человечества имеют какое-то подобие, скажем, с региональными событиями, которые происходят чаще. Все-таки они тоже достаточно обособлены от больших событий. И, может быть, такого прямого влияния нет. Вот тех крупных... То есть они сами по себе достаточно крупны. И в связи с этим... В своем масштабе. В своем масштабе. И, может быть, и в этом, собственно говоря, и надежда. Именно так оно и может работать. Что, потренировавшись на некотором количестве чуть меньших событий, которых есть в достаточном количестве. Но тут ведь принципиальная разница есть. Вот региональная экономика, любая, ну, я не знаю, вот, наверное, может быть, кроме северокорейской, да? Может быть. Она очень сильно интегрирована в мировую экономику, да? Экспорт, импорт, источники сырья и так далее. Ну, замкнутых экономик-то сейчас практически не осталось. На которых можно было бы... И, кстати, замкнутые экономики, они, как правило, не чувствуют этих всех кризисов. Помните, советская экономика была, вот, скажем, перед Второй мировой... Простите, Второй мировой войной замкнута, да? Ну, и она совершенно не почувствовала вот этого мирового экономического кризиса. Ну, никак. Конечно, у нас была тоже сложная жизнь, свои были проблемы, но с тем кризисом они не были никак связаны. Надо дальше проверять, что, значит, оценивать это предсказание. Ну, обычно они как поступают, значит, даже имея ретроспективные данные, значит, вы смотрите, так же, мих половину, учитесь на них, и дальше, значит, применяя, так сказать, дальше, значит, вы говорите, вот, все настроено, модель работает, она обучилась, и на второй половине данных вы пытаетесь, так сказать, ее уже экзаменовать. Берем контрольную группу и смотрим, да. Так, скажите, пожалуйста, я понял, вы занимаетесь статистическими моделями, да? То есть вы занимаетесь поиском закономерностей. Стохастические. А как? Стохастические. Стохастические закономерности, пускай будет так. А вот модели такого плана, как, знаете, вот описываемые дифференциальные уравнения, описывающие развитие экономики, да? У них ведь тоже бывает кризис этих дифференциальных уравнений там? Бывает. Да, бывает вот, что там вот решение становится неравновесным в каких-то приобреленных начальных данных, да? Вот этот сейчас ушел из практики математической экономики? Занимаются. Нет, это очень важно, очень популярно, я не знаю, мейнстрим. Мейнстрим? Мейнстрим, да? Конечно. То есть вы представители не мейнстрима, вы вот такого вот небольшого течения. Нет, мы просто рассказываем о какой-то конкретной области. А, вот так. Вот вы сказали, что интересно рассказать про кризис. Так. Мы рассказываем, про мейнстрим тоже, в принципе, можно. А мейнстрим кризис предсказывает вот таким образом? Немножко по-другому. Они здесь более, значит, вы съел бы здесь человек, он сказал бы, что наша задача определить, почему он происходит, а не когда. Ну, в общем-то, да. Они меняют, они строят модель, исследуют ее параметры и говорят, что вот по нашей модели кризис будет вот из-за того-то. Вот когда этот параметр станет таким-то, вот как Александр Борисович говорил про температуру, вот, ну, как вот физически. Вот если будет то-то, то кризис наступит. А вот когда это будет... То есть начнется фазовый переход какой-то, да? Ну, переход в другой режим этой модели. Это здорово. Ну, может быть, вы предскажете вот тоже, когда закончится этот кризис? Есть какие-то надежды? Раз уж у вас есть, так сказать, наблюдение за локальными кризисами, они ведь тоже когда-то всегда, к счастью, кончаются. Экономисты говорят, что нельзя вслух предсказывать, предсказывать, ну, делать какие-то долгосрочные прогнозы. Здесь вот мы знаем, нам объясняют, что прогноз долгосрочный, что все-таки это будет не завтра, речь идет скорее о месяцах и, даст Бог, не годах. Ну, вот, опять же, экономисты говорят, что ситуация сейчас очень неравновесная и неустойчивая, и действия государственных регуляторов с текущей могут оказать очень серьезное воздействие на экономику. То есть, мировая экономика может еще немножко припасть, да? Как там, как будут эти регуляторы, регуляторы центральной банки, да? Это, так сказать, ФРС, Федеральная резервная система, таможенные всякие барьеры, правила там будут новые вводить, да, протекционистские? Ну, законы, новые законы, сейчас же вот запретили короткие продажи на фондовых рынках. Да, чтобы не играли на понижение. Потому что правила игры начинают меняться, а модели работают только, ну, вот, при обучении, значит, вот какие были правила, вот, мы можем сказать, что вот если все останется так, как было, то будет то-то. А тут начали меняться правила. Ну, допустим, конь, как в шахматах, конь вдруг стал ходить не буквой Г, там, а какой-нибудь другой буквой. Буквой М. Походу, да. Да, ну, это же, это же тоже получается-то, это, ну, эти все изменения, их как раз придумывают для того, чтобы, так сказать, парировать кризис, да, смягчить, то есть улучшается ситуация. Если речь идет, когда закончится кипение, вы говорите, когда вода выкипит в чайнике, да, а они еще газ его вернули, погасили, значит, кипение закончится раньше. Ну, спасибо вам большое, что нас, как говорится, посетили. И вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо вам. Ну, вы так скромно, лишнего ничего не сказали народу, не стали его обнадеживать напрасно. Ну, по тону я понял, что страшное уже позади, правильно, нет? Ну, все, слава тебе, Господи. Надеемся, да. Все хорошо. Так что, товарищи, дорогие зрители и господа, спите спокойно, все будет в порядке. Всего доброго вам, до свидания.